здравствуйте друзья доброе утро авария небольшая да доброе утро у нас четверг сегодня и вся неделя начиная с понедельника у нас каникулы в школе можно сказать отпуск у сотрудников и во вторник был день независимости 4 июля вот вокруг этого праздника мы и не работали ну а я так периодически заглядываю в офис там на часок на два на три потому что набегают всякие дела например ребята продолжают искать работу там у нас студенты по всей стране звонят там надо им референсы давать вот так что у меня сейчас сегодня несколько человек которым надо дать референсы одна девушка в понедельник у него начинается работа и говорят на уже хотя бы в четверг то дайте референсы вот так что еду специально еду чтобы дать и референс и плюс там у нас есть некоторая отчетность вы знаете нас все время там гоняют из города сакраменто там есть учреждения которые занимаются лицензированием всяких таких школ таких как мы поэтому они тоже от нас счет периодически хотят вот надо будет этим заниматься а это хорошо делать в тиши хотя надо сказать что все эти праздничные дни у нас там полная школа народу это студенты из группы full time у нас вот сейчас группа full time такая знаете просто ураган они там по 15 по 20 человек там каждый день сидят между уроками сидят в общем такое ощущение что у людей ну свободного времени нет или дома может позаниматься нигде я не знаю но всяком случае они так вот массово группово сидят понимаешь наверное много знать хотят вот так 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 проскальзываем что неплохо что неплохо у нас когда-то не было групп для студентов full time они знаете как там приехали два человека ну приехали и приехали не делать жизни группу и они присоединялись к существующим а существующих было всегда две днем и две вечером то есть четыре группы соответственно они все в разных стадиях изучения того что они изучают и вот человек приезжает и в тот момент когда он приезжает ему делали индивидуальное расписание и говорили вот на час утра ты идешь сюда с вечера ты идешь туда целыми днями они в школе сидели между занятиями и вот люди которые приезжали по full time они могли пройти курс реально там ну даже за полтора месяца но если ходить вот так по два раза в день да там утром и вечером они проходили курс у нас были люди которые через месяц уже на работу выходили так такое тоже бывало то есть это было так очень стремительное предприятие но сначала и было два три там где-нибудь в конце там ну двухтысячных там 2007 8 9 там ну сколько-то 23 потом 45 потом 56 потом смотришь там 10 12 потом 15 и эти 15 они как придут вот там своих может быть 30 еще эти 15 подошли ну и в общем фулл-тайм студенты стали создавать такую нагрузку непосильную их стало много и когда их стало много и они стали перегружать наши существующие классы встал вопрос о том что надо из них отдельный класс формировать и чтобы они уже шли вот так своим расписанием каким-то само название фулл-тайм происходит не от того что они там как-то знаете за и занимаются там сутками а происходило это того что когда-то вот тогда вот тогда они сидели в школе целый день и им говорили вот у тебя утром туда вечером сюда перерывах там но может ходить покушать или там некоторые джим еще умудрялись бегать там бассейн вот а так они сутками сидели и несколько человек и вот мы их называли фулл-тайм то есть фулл-тайм это было не конкретное расписание вот как сейчас там четыре дня в неделю по пять часов до там с утра вот а это было таки таки до фулл-тайм вот такой на всю катушку и вот эта группа которая сейчас у нас фулл-тайм которая оказалась бы по расписанию должна четыре раза в неделю там по пять часов с утра вот они уже тут сидят но обычно либо до 7 вечера когда им говорят ребята значит надо освободить помещение класс начинается они они не ходят с колоссами вечером они как бы со своим ходят на занятия но сидят занимаются много большой группой что-то обсуждают там вот либо уже могут до 11 сидеть если вечером один класс свободный одна классная комната свободно они могут там сидеть до самого вечера позднего так что вот такая у нас сейчас житуха интересного сейчас приеду я так думаю где-то 10 20 у меня сейчас на часах хочешь творится в 10 20 что творится на дороге да вы видите вот слева там строительство идет и те кто регулярно смотрит наш канал видят что вот по мере того как мы едем по этой улице л камен рил то справа обычно вот слева я не припомню а вот справа там уже встали корпуса такие и мы со светланой хотели сюжете заснять как-то вообще квартирки причем у этих комплексов есть веб-сайты туда можно пойти и посмотреть и там этот floor plan то есть под планировкой сказать что там есть вот но мы хотели пойти чего-то заснять так вот в один нас просто не пустили то есть они говорят для того чтобы здесь пройтись значит надо специально назначить appointment и тогда вот наш сотрудник вас поведет мы говорим да мы так сами они нет 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 процесс такой мы говорим а вот сейчас через 15 минут там у вас по расписанию давайте мы с ними пойдем они как нет 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 мы группами не будем то есть такой процесс по пендюриванию а вот эти слева да тоже еще один вот слева вполне так достраивается еще не готов да вот они вдоль этой улице л камен рил который историческая которая ну как бы является артерии такой главный ну уличный не хайвейная так вот вот они вдоль этой улице строят места как бы сказать хорошие выгодное расположение хайвей в одну сторону хайвей другую все близко вот ага сейчас сейчас вот справа увидите вот мы в это здание пошли монтроуз можете поискать на их веб-сайт монтроуз апартмент вот мы сюда ну мы там прошлись чуть-чуть но там комплекс мама родная и квартирка с двумя спальнями квартирка с двумя спальнями стоит что-нибудь так тысяч пять в месяц можете себе представить вот и там дальше сейчас будет еще по улице а в тот мы в тот мы сходили нам сделали экскурсию там подальше и квартирки эти знаете так интересно маленькие по площади небольшие и там нету так вот как обычно в квартиру приходишь там стены и шкафы в бедрумах такие большие во всю стену там можно напихать шматья здесь этого нет такое ощущение что этих людей нет шматья которые тут должны жить но тут очень мощные так мощные социальные такие вот пространства то есть там бассейн там какой-то клуб там с бильярдом с душевыми спортивные там ком-то джим этот вот там со снарядами все такое современное хорошее и видимо предполагает что живут молодые люди вот видите вот вот в этот выходили то что справа что вы живут молодые ребята которые больше времени тусуются нежели там вот сидят у себя в квартире в квартире видимо просто спят то есть для сна там место есть и все это вот за какие-то жуткие деньги и когда мы а мы спрашивали кстати со светлана нога какие люди вас тут живут какого возраста они говорят но мы статистику не ведем а когда мы уже мимо бассейна шли посмотрели кто там у бассейна возлегает такие молодые парни лет девчонки тоже лет 27 28 там может быть 30 детей нет вот такой молодняк я бы сказал даже не то что качки но вид такие крепкие крепкие ребят вот видимо тут работают день поблизости хороших компаниях там получают хорошую денежку и вот так вот и живут да вот с правой стороны вы видите выглядывает вот там зданица такое с полукруглой крышей это такой комплекс он достаточно давно уже здесь стоит называется avalon avalon apartments вы можете а вот да там табличка даже стоит серенька avalon вы можете погуглить на этот avalon и посмотреть их много по всей стране они не только здесь но это такой как бы шикарный такой лакжили apartment комплекс и там по 4 по 5 тысяч там еще и лет 10 назад брали так что можете представить что творится сейчас жильем да так к слову пришлось в прошлые выходные мы пошли думаем сейчас зайдем и зашли и вот в одном нам ну просто как бы отворот поворот а в другом там был дяденька начал нам 15 минут рассказывал какие есть квартиру него такое табло электронно он на нем там пальцем пальцами значит там по экрану экран чувствительный сенсорный и вот в общем ну давай вот эту квартиру посмотрим мы пошли смотреть эту квартиру и обалдели от того какая она масенька такая масенька квартирка такая и там все эти квартиры по площади были где-то в районе 1100 скверфутов и вы можете сказать но помилуйте это 100 квадратных метров квартира никак где же она маленькая вот можете мне поверить маленькая ну то есть там какая-то одна комната зал да и а спаленки крохотные вот даже не за куда там вся эта площадь ушла спаленки крохотные единственно что там конечно там два туалета там с душем там полный пол два полных туалета каждый каждый bedroom имеет свой туалет и два мастер-бедрома как у нас бы сказали а в общем не знаю как где там жить вот не могу сказать такая интересная ситуация вот там они по пять тысяч есть и по 6 там есть квартиры побольше площади там 1500 сквер скверфутов в такой с полукруглой стеной такой угловые квартиры так они там же по 6 тысяч в общем им а мы идем идем кто же это вот так может квартиру такую но беспонтовую за такие деньги да так вот тут посмотрели недавно сюжетец и вот там показывают людей которые в нью-йорке живут у них там пентхаус и с него вид шикарные там и так далее вот говорят вот там ну типа чуть ли не самый шикарный пентхаус там нью-йорке или такого плана а вот и говорят вот там десять тысяч в месяц вы помилуете и что такое десять тысяч месяц когда вот за квартирку несчастную тут и и скажем 6000 там где вообще и площади нет ничего нет да ну давайте я может быть тут стану так давайте сюда заедем и подумалось мне что вряд ли за 10000 в нью-йорке можно снять именно самый что ни на есть шикарный пентхаус наверное все таки есть и подороже так все друзья мы с вами прощаемся визуально лично можно сказать встретились вот пойду на работу у меня вчера потрясающая девчушка была в скайпе я вот интервью с ней снимал иванка из волынской области из из-под луцка да там где-то ну вот такое такое солнышко вот если вы не смотрели еще и банку там на полтора часа может быть вы испугались и подумали что полтора часа это много пролетит как одно мгновение вот увидеть такую девочку и в общем вам понравится я сам под большим впечатлением вот такие солнышки у нас есть и есть молодежь хорошая так что смотрите сюжет с иванкой счастливо